Приветствую вас, мои дорогие подписчики, мои гости, мои милые, очаровательные, доброжелательные комментаторы. Начиталась с утра ваших комментариев, получила огромную дозу позитива просто и собиралась идти полоть буряк. Ну, какой там буряк? Я быстренько вот это вот платье принарядила, мега нарядное свое, да? Брошечку приколола и бегом к вам навстречу записывать очередной мастер-класс. Просто живем в такое время, если честно. Вот вы вот эти позитивные, позитивные. Я в такой растерянности, я в такой, я в таком нище сейчас нахожусь. Никогда в жизни я не попадала вот в такую глубокую бездонную пропасть. Когда кажется вот настолько безвыходная ситуация, ну некогда некому обратиться за помощью, за поддержкой, негде найти понимание. Очень мало таких людей вокруг, которые... Ой, аж глаз задергался. Которые готовы, которые готовы проявить эмпатию, им не нужно долго объяснять, долго рассказывать, как тебе херово живется. Вот. Ну, есть такие люди, они очень ценные. Я очень ценю их внимание, заботу и стараюсь не злоупотреблять. Вообще люди с эмпатией – это огромная редкость. Я просто... Это какое-то чудо. Я не знаю, как там эти алгоритмы заточены в Ютубе. Мне иногда кажется, это просто вообще невероятное чудо, как мне Ютуб вас находит и вас присылает с вашими комментариями. Вы понимаете? И это вообще... Это что-то невероятное. Мне кажется, у меня на канале собрались самые добросердечные, что ли, или самые эмпатичные комментаторы от всего Ютуба русскоязычного. Хотя и не только. Что даже на иностранных языках люди пишут. Это так очаровательно и так трогательно и так мило. Так, ладно, много лирики. Сегодняшний мастер-класс будет посвящен изготовлению. Вот таких вот маленьких цветов, березки или вьюнок полевой. Это, кстати, мое изобретение. Вот эти вот корявки. Нет, они, правда, очень нежные, очень красивые. И весь секрет, как бы вся фишечка в том, что мне удалось цветовую гамму подобрать и рисунок естественный отобразить. Форму, размер и цвет. И все. Так, уже мысли запутались. Я забыла, с чего начинала. Главное сейчас закончить это повествование. А, да, и покажу вам в следующем. В этот раз цветочки будут, в следующий раз листочки. А в пазы следующие мы сплетем из них очаровательный шедевральный браслет. Ну что, ребятушки мои, давайте займемся. Вот такие мне цветочки. И мы с вами будем их сегодня учиться делать. Приколюшки, правда? Вот видите, раньше бисер один и тот же номер, но раньше вот как-то несколькими месяцами, а может и годами покупала, он был немного светлей. Покупала позже, он стал немного более насыщенный. Ну а смесь вот этих всех более свежих, более ранних и более поздних цветочков, она, кстати, дает свою прелесть в украшении. Все получается очень даже естественно. Они же не могут все быть одинаковые, правда же? Как в реальной жизни, в общем-то. И получается, и получается как в реальной жизни. Где-то ярче окрасочек, оттеночек, где-то тусклее, правильно сказала? Так, сейчас начнем. Понадобится нам, как всегда, лесочка 0,15. Понадобится иголочка для бисера, тонюсенькая, кривусенькая, какая есть. И понадобятся вот такие вот оттенки бисера. Яркий салатовый, белый, такой вот нежно-розовый. И, кстати, этот цвет в тренде в этом году институтом Пантона, как он там называется, признан вот этот вот персиковый пух цветом года 2024. Значит, люди нуждаются в доброте, милосердии, заботе очень сильно. И мы будем ее внедрять в наши украшения вовсю. И вот такой оттенок, более холодный розовый, такой немножко в сторону сиреневого. Красивая цветовая гамма, мне очень нравится. Начнем работу с того, что нанизаем на иглу 5 салатовых бисерин. Замкнем колечко и завяжем на узелок. Получаем такую вот пиговинку. Наденем на иглу 2 беленьких бисериночки. И пройдем иголочкой сквозь ту бисеринку, из которой выходила только с обратной стороны. Видите, откуда ниточка выходит. И в следующую бисеринку. Таким образом нанизаем 5 пар белых бисерин в круге. То есть на каждую салатовую по паре белых. И выведем иголочку в конце концов вот в одну белую бисеринку. Далее набираем 2 бисеринки цвета персиковый пух на иглу. И проводим иглу сквозь 2 белые бисеринки. Добавим в каждой паре белых бисерин по паре персиковый пух. Последнюю пару этих розовых нанизаем на иглу, а иголочку выводим вот так сквозь белую и сквозь 2 следующего лепестка. Снова набираем 2 бисеринки персиковый пух. Иголочку выводим сквозь одну розовую. Далее набираем одну белую бисеринку на иглу. И иголочку вводим в розовую бисеринку следующего лепестка. Продолжаем таким образом до конца круга попарно нанизывать 2 персиковый пух, одну белую. И в конце ряда, вот когда замыкаем и нанизываем одну белую, иголочку выводим сквозь 2 бисеринки розовый пух, персиковый пух. Снова набираем 2 бисеринки персиковый пух. И вводим иголочку в одну розовую бисерину лепесточка. набираем на иглу одну белую смотрите как смотрите каким образом вводим иголочку откуда она выходит и куда мы ее вводим как бы привязывая раз стала а теперь снова проходим через эту бисерину которую только что нанизали и выводим иголочку в следующую розовую стягивая стягивая цветочек повторяем этот рапорт по всему кругу до конца круга и в конце привязал последнюю белую бисерину иголочку выводим сквозь 2 розовые стягиваем все стараемся стянуть это форму такого колокольчика и снова набираем 2 бисеринки персиковый пух на иглу иглу заводим в одну розовую и в следующую белую бисеринку набираем 2 белые бисеринки на иглу иголочку вводим в ту же самую белую из которой выходили и в следующую розовую по кругу привязывая две белые бисеринки стягиваем поплотнее чтобы у нас все это собиралось в колокольчик продолжаем такое низание по кругу и дойдя до конца круга последнюю пару белых бисерин приплетаем вот так проходя сквозь белую и выводя иголочку сквозь 2 персиковый пух получаем вот такую форму колокольчика получаем уже переходим на новый цвет бисера и нанизываем на иглу 2 сиренево-розовые бисеринки иголочку вводим сквозь персиковую бисеринку и сквозь белую проходим сразу нанизываем на иголку одну белую бисеринку иголочку заводим в белую и сквозь персиковый пух стягиваем лепесточки в кучку повторяем этот раппорт до конца круга 2 сиреневых 1 белая в конце круга в конце ряда нанизал последнюю белую бисеринку иголку проводим сквозь белую и 2 бисерины розовую сиреневую следующего лепестка скоро будем заканчивать наш цветочек и снова набираем 2 сиренево-розовые бисеринки на иглу иглу выводим сквозь одну сиреневую далее набираем одну бисеринку персиковый пух иглу вводим в белую бисеринку и снова набираем персиковый пух одну бисеринку иглу вводим в розово-сиреневую продолжаем в таком порядке нанизывать до конца круга 2 розовые сиреневые 1 персиковый пух 1 персиковый пух и снова 2 розовые сиреневые и так далее по кругу добавляя последнюю персиковую бисеринку в круге теперь иглу выводим сквозь 2 розово-сиреневые и получаем вот такую форму нашего вьюнка и снова набираем 2 розово-сиреневые на иглу а иголочку вводим вот так в одну розово-сиреневую и в следующую персиковую набираем на иголочку 2 бисеринки персиковый пух иголочку в заводим ту же самую персиковую из которой она только что вышла видите ниточка выходит пришивая 2 персиковых на иголочку набираем одну белую бисеринку иголочку заводим вот так в белую бисеринку как бы подматывая и выводим снова теперь заходим снова в свеже набранную только что которую привязали в белую вот такое получается плетение снова набираем 2 бисеринки персиковый пух на иглу и заводим иголочку в персиковую бисеринку следующую за белой видите как как бы привязывая их сюда теперь проходим снова сквозь эти две свеже набранные и выходим через розово-сиреневую вот так следующего лепестка видите я цветочек в руке вращаю вверх-вниз вверх-вниз чтобы было удобно приплетать и вот такая у нас конструкция получается теперь проделаем этот паттерн еще 4 раза до конца круга 2 сиреневых 2 персиковых 1 белая 2 персиковых 2 сиреневых 2 персиковых 1 белая 2 персиковых привязав последние 2 персиковые бисерины в круге иголочку выводим сквозь 2 розово-сиреневые я уже доточила ниточку потому что не хватило лески и вот такая у нас получается красивая чашечка и мы приближаемся к финалу плетения последний ряд будем приплетать нашему венку для этого нанизаем на иголочку одну розово-сиреневую бисеринку иголочку заводим в 3 бисерины сразу и вообще мы теперь будем проникать сквозь все бисеринки между сиреневыми лепестками выводя их вот тут на вершинку то есть приплетаем верхушечку треугольничка теперь иголочку дальше выводим сквозь белую сквозь 2 персиковые и проходим в розовую в розово-сиреневую выводя иголочку на вершинку нашего лепестка пройдя весь круг полностью нанизав все уголки замыкаю с первым лепестком выхожу сквозь первый уголок который мы набирали в этом круге и спускаюсь через этот лепесток к основанию цветка вышли мы сквозь лепесток и входим в одну первую встречную салатовую бисеринку набираем на иглу 4 салатовые бисеринки и вводим иголочку в какую-нибудь противоположную через одну от той что набирали притягиваем получаем вот такое чудо и возвращаемся обратно в две как бы в обратном направлении вот так вот стягивая плетение снова набираем на иглу две салатовые бисеринки пропускаем одну салатовую бисеринку в круге и вводим иголочку в следующую за ней притягиваем и теперь иголочкой проходим в обратном направлении сквозь две набранные салатовые бисеринки притягиваем теперь потуже сомкнем с соседними бисеринками салатовыми предыдущие для этого вот так сквозь них пройдем и вернемся снова в основании вот этих двух соседних как бы стягивая их близенько в кучку рядом чтобы вот так вот чтобы получилась вот такая ножка ну можно еще пройти если где-то у вас не плотно растянут облетение можно вот и в соседней дальше пройти снова вот так проникнуть и по часовой стрелке выйти из этих двух соседних треугольную как это сказать вот так получается у нас цветочек такой с небольшим наклончиком но это не страшно в принципе если вам ножка не нужна вы можете ее не делать можете остановиться на том этапе что только чашечку сплели и на этом закончить теперь просто стягиваем иголочку встречаемся с этой ниточкой сейчас вот пройдем куда нам надо чтобы с началом плетения связаться и завязать узелок и обрезать и наш цветочек готов вот полюбуйтесь какое нежное очаровательное творение наших рук и природы получилось имитация ну а в следующем мастер-классе я покажу как плести листик живем мы в такое время что конечно трудно сохранять позитив и вы даже не представляете себе сколько в голове у меня негативных мыслей проносится сколько ругательств всяких там на все что происходит вокруг я не знаю почему я так кажусь вам позитивной доброй иногда у меня внутри такое состояние что да я это к тому что я вообще-то хотела попросить вас оставаться такими позитивными сохранять вот эту атмосферу доброжелательности которая у меня в комментариях я читаю я просто офигеваю от счастья вот я вам честно говорю порой даже вот откровенно просто у меня слезы на глаза выступают насколько люди искренне и по-доброму относятся я вам очень благодарна это трогательно это так мило это так ценно на самом деле сохраняем оптимизм позитив и все у нас будет зашибись не ну правда пока не Продолжение следует...